Наш земляк Виктор Степанович Кользунов Сегодня этот артефакт хранится в фонде Волгоградского областного краеведческого музея Вместе с фотографиями и атласом Камдива, переданными родственниками легендарного летчика Важность данной выставки, история испанского чемоданчика, заключается в том, что позволяет вспомнить одного из наших знаменитых земляков Летчика Виктора Степановича Кользунова 27 июня 1937 года указом Президиума Верховного Совета СССР За умелое командование, авиационным подразделениям, героизм и мужество, проявленные в боях Кользунову присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина Экспозиция «История испанского чемоданчика» подготовлена к 85-летию присвоения нашему земляку, уроженцу Царицына, такой высокой награды Знаменитая медаль «Золотая звезда» Герой Советского Союза, который у нас ассоциировался с этим высшим званием, ему вручена не было По одной простой причине, что она была учреждена в 1939 году, несколько месяцев спустя после гибели Виктора Кользунова 28 июля 1939 года во время очередного испытания нового военного самолета произошла трагедия Борт взорвался в воздухе Герой СССР Виктор Хользунов, его штурман, военный инженер третьего ранга и стрелок-радист погибли Спустя полтора месяца после катастрофы был объявлен всесоюзный конкурс на лучший проект памятника сталинградскому летчику Победила работа скульпторов Белошовых И 17 ноября 1940 года состоялось торжественное открытие монумента на берегу Волги Памятник был установлен здесь же, в начале улицы Ленина То есть это скульптура, отлита в бронзе, высота чуть более трех метров И то есть она сохранилась, это один из немногих уцелевших довоенных памятников Он имел некоторые отличия, а именно имел другой постамент И скульптура была развернута немного не так, как мы видим ее сейчас То есть Хользунов своей грудью был направлен в промежуток улицы, перспективу улицы Ленина, а рукой указывал в бок Крепкие широкоплечья и со спокойным мужественным лицом, в кожаном пальто, шлеме, перчатках и с полевой сумкой Камдив Хользунов стоит, как живой на гранитном постаменте Он словно провожает с аэродромом в бой эскадрильи советских самолетов Так корреспондент Сталинградской газеты «Молодой Ленинец» описал важные для города события Во время ожесточенных уличных боев и бомбардировок Сталинграда Памятник покорителю воздушной стихии сильно пострадал, но уцелел Скульптура практически не была повреждена, но снарядами был разрушен постамент Скульптура упала, но уже после окончания боев ее воздвигли снова на своем месте В день разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом красноармейцы подняли израненную скульптуру героя Лежащую среди кирпичных обломков и поставили ее на гранитный постамент В 1956 году постамент памятника реставрировали и облицевали темным полированным гранитом Валентина Конышева, Мария Сергеева, Анатолий Чернышев, телеканал «Волгоград-1»